Всем привет! Этим видео я хочу начать небольшой цикл телесных практик, а именно практик для живота, которые помогут нам оживить нас животик, почувствовать его и восстановить работу таких систем, как пищеварительная, лимфатическая, дыхательная, детокс-система. Меня зовут Лена Григорьева, я клинический нутрициолог и телесные практики, а в частности практики для живота, это мой один из основных помощников поддержания своего здоровья, тонуса, мышц. Это утренние практики, они не занимают много времени, мы их делаем сразу после пробуждения, запускаем все процессы корректно. Я приглашаю вас на свой курс «Живой животик», на котором мы будем учить такие техники, как вакуум и науле. Сейчас этот цикл поможет нам подготовить наш живот, оживить его и подготовить вот именно к более сложным техникам. Информацию об этом курсе вы сможете увидеть в ссылке в описании под этим видео. Итак, давайте приступим. И первое, с чего мы начинаем нашу, нашей практике, работу с животом, это визуальный осмотр. Оголите свой животик, подойдите к зеркалу, одежда должна у вас быть свободная. И обращаем внимание на три момента. Итак, первый момент, мы смотрим на свой пупок. Он у нас должен быть кругленьким, ровненьким и четко смотреть вперед. Если вы видите, что ваш пупок располагается горизонтально, допустим, в виде такой складочки, либо вы видите, что сверху складочка кожи начинает опускаться на пупочек, то есть это говорит уже о том, что наши ткани начинают медленно ползти вниз, да, гравитация, да, возраст. Но мы все это можем контролировать и мы все это вернуть можем назад. Не давайте обстоятельствам быть сильнее вас. Почувствуйте область над ним, потрогайте пальчиком. Если вы чувствуете, что ткани у вас расходятся, да, вот тут вот все плотно, а тут раз и расходится ткань, то это тоже ничего хорошего и говорит о слабости вашего мышечного аппарата. Мы с этим тоже будем работать. С пупком закончили, это первый звоночек, вы посмотрели, потрогали пупок. Если есть то, что я сказала, то у вас уже есть какая-то начинающаяся проблема. Следующий момент, на который мы обращаем внимание, наши паховые, паховая область. Здесь должно быть, я вот так вот пониже опустила максимально, насколько это допустимо, штаны. Здесь должно быть все ровно, гладко. Если вы видите, что у вас сверху, да, вот допустим кожная складочка вот так нависает, это ничего хорошего. Вот представьте, что у нас что-то есть внутри, какая-то структура и сверху вот это вот, вот это пальто, наше тело, да. И если у нас какая-то структура внизу более тяжелая и массивная начинает ехать вниз, то по всем фасциальным тканям все за ней, что сверху расположено, начинает также ползти вниз и лицо в том числе. Смотрим на свои паховые складочки. Это второй звоночек. Если вы видите на них вот это образование кожи сверху, нависание, то уже нужно принимать меры. Следующий, третий момент, на который мы обращаем внимание, это нижняя часть живота. В идеале живот у нас должен быть относительно прямым. У всех форма живота абсолютно разная, но примерно это должно быть относительно ровно. Мы не обращаем сейчас внимание на подкожно-жировую клетчатку. Мы сейчас смотрим именно на форму живота. Если у нас верхушечка живота ровненькая, а нижняя часть вот прям выбухает, ну, примерно это выглядеть может вот так. Вот примерно так. Ну, это я уже сделала под контролем мышечным, да. Если вы замечаете у себя вот этот момент, когда у вас нижняя часть вот таким образом выходит вперед, то значит у вас туда все просто вот как в таз свалилось вниз. И это третий звоночек, который вы должны устранить, принять меры и заниматься своим животом, возвращать все на место. Это не просто эстетика, это еще и ваше здоровье. Вам надо вернуть органы на место и вам надо восстановить функцию всех этих органов, потому что это ваше здоровье, это ваша жизнь. А как мы все это будем возвращать на место, как мы будем оживлять свой животик, как мы будем с ним работать, какими техниками и практиками, вы увидите часть в сегодняшнем видео и несколько видео еще для вас я записала. Вы увидите все техники, вы сможете это все отработать. И уже пройдя эти небольшие пять видео и занимаясь регулярно по ним, с утра вы почувствуете эффект, вы почувствуете какой у вас стал животик, живой, у меня другого нет слова, вы почувствуете связь с ним, вы почувствуете, что он вас слышит, вы почувствуете, что он откликается на ваши призывы оживиться. И вы почувствуете, как начинают по-другому работать ваши системы, пищеварительная система. Вы почувствуете, как по-другому жидкость двигается в вашем теле. И вы в целом почувствуете, как меняется ваше состояние, как меняется ваше настроение и как улучшается качество жизни. Потому что, когда у нас в животе все спокойно, хорошо и комфортно, тогда и настроение, и радость в жизни у нас присутствуют обязательно. Ну что, продолжаем. Сейчас мы с вами сделаем висцеральный массаж для живота. Я буду находиться стоя, чтобы вам было удобно видно. Вам предлагаю лечь на спину, так как вам удобно. Вы можете это делать даже в кровати. Согнуть ножки, расслабить максимально переднюю стенку живота и весь живот по всей поверхности. И делать за мной, со мной эти практики. Рекомендую делать эти практики с утра. После того, как вы сходили на горшок, попили водички, ложитесь обратно в кровать, либо на коврик и делайте этот массаж, который, ну как первостепенная техника, поможет вам вернуть органы на место. Находим центральную часть живота, вот эта линия, которая проходит сверху донизу. Находим наши ребра, ставим пальчики вот между ребер, где грудина заканчивается, и чуть пониже, прям такая ямка, да? Солнечное сплетение. Вот сюда мы ставим пальчики и начинаем продавливать. Девочки, мы делаем это лежа. И вам надо с выдохом, вы делаете выдох, расслабляетесь и начинаете медленно давить пальцами внутрь. Смотрите, если у вас есть ногти, мне вот иногда тоже мешают, но я уже прилучилась. Мы вращаем по часовой стрелке, начинаем вращение по часовой стрелке. И все техники, которые мы делаем на животе, любые движения, которые вы будете делать на животе, вы всегда делаете по часовой стрелке, потому что все процессы у нас двигаются справа налево и на выход. И вот сейчас центральную линию до пупка давайте мы с вами промассируем, ставим пальчики и хорошо массируем. Что вы можете чувствовать? Вы можете чувствовать натяжение тканей, вы можете чувствовать болезненность, что чаще. Вы можете чувствовать, как будто у вас там такой как шарик. Вы можете чувствовать пульсацию. Все эти моменты, они естественны, они могут быть и они не несут за собой никакой опасности для вас. Просто давите с той силой, с которой вы можете надавить, с которой вам позволяет тело и уходите вглубь. Важно идти в сторону боли. Вот вы чувствуете болезненность и вы идете в ту сторону. Но болезненность не должна быть патологической. Вы не должны испытывать такой дискомфорт, что искры из глаз. Продолжаем массировать эту центральную линию по часовой стрелке и постепенно спускаемся до пупка. Что еще важно для висцерального массажа? Важно расслабиться и делать это в расслабленном состоянии. Вы можете включить хорошую музыку. Вы можете включить диффузор со своим любимым маслом. Вы можете закрыть глаза, зажечь свечи и расслабляться. Нахрапом вы живот свой не возьмете. Он сократится, защитится и не будет вас пускать. Поэтому делаем все на расслабленном животе. Все, мы промяли центральную линию. Теперь мы справа налево начинаем делать такие движения вращательные. Но прерываем это движение вот здесь слева на выход, где у нас находится прямая кишка. То есть мы не крутим полностью. Мы начинаем вращение и заканчиваем. Убрали руки от животика и снова закончила. То есть мы рисуем такой полукруг, полумесяц незаконченный. Давить не надо, мы просто гладим. Мы просто гладим и таким образом улучшаем, запускаем перистальтику, запускаем движение в животике. Перед тем, как начать делать массаж, вы обязательно проверьте, нет ли у вас болезненности в животе. Весь животик пропальпируйте пальцами, почувствуйте, насколько он мягкий. Ничего нет болезненного. И начинайте делать техники. Отлично. Следующий прием, который мы будем делать, мы займемся нашими подреберьями. И начнем мы с левого подреберья. Ставим руки, заводим прям под ребрышки. Они у нас должны заходить 1-2 сантиметра. Чем больше, тем лучше. Заводим пальчики под ребрышки. И начинаем массировать по часовой стрелке. Сначала вы можете почувствовать сопротивление. Продолжайте. Постепенно ткани размягчатся и пропустят вас глубже. Сразу скажу, что стоит делать это неудобно, потому что здесь у нас живот сразу в тонусе. Мышцы кора включаются, они нас держат. Я вам только, вас направляю, вы лежите на спине и следуйте за моим голосом. Раза 3 прошлись. Здесь интуитивно вы все чувствуете по себе. Хочется подольше, хочется поглубже. Остаетесь и массируете. Закончили. Переходим к правому подреберью. Делаем то же самое. Вращаем по часовой стрелке. Правое подреберье может быть более болезненным. Если у вас есть какие-то проблемы с желчным, с печенью, с желчными протоками, то вы можете почувствовать очень сильное сопротивление. Можете почувствовать болезненность. Можете начать чувствовать тошноту. Это тоже нормально. Пейте водичку. Делайте массаж. Если вам захотелось попить, пейте водичку обязательно. Массируем точно так же по часовой стрелке столько раз, сколько вам нужно. Сколько у вас есть время. Прошлись. Возвращаемся к левому подреберью. Есть два приема, которые я очень люблю. Регулярно их делаю. Вам рекомендую, потому что они в будущем нам помогут более качественно делать вакуум. Потому что мы подготовим к этому моменту нашу диафрагу. Смотрите, что мы делаем. Первый прием. Мы просто берем ткань вот в такую складку и прям хорошенько оттягиваем от себя. Создаем такое отрицательное давление в этой области. Смотрите, вы можете проходиться не только по ребрышкам, но по нижней дуге, но и по самим ребрышкам. Это будет очень приятно. У вас будет ощущение расширения, как будто легкие. И ребра расширились. И у вас очень много места для того, чтобы сделать вдох. Попробуйте. Прям физически отрываем, отделяем от себя. Все. Хорошенько с левой стороны прошли. Делаем то же самое с правой. Сначала по дреберье оттягиваем. Создаем вот этот вакуум внутри. Оттягиваем. Хорошо, хорошо, хорошо. Оттягивайте. Отлично. Этот прием вы тоже можете делать сколько вам захочется и перемещаться по телу, куда вам захочется. То есть вот эту вот складку, да, лимфодренажная такая техника самомассажа. Очень классно работает с тканями. И еще один момент, который я хотела бы вам показать. Он мне очень нравится. Посмотрим, как у вас получится, какие будут у вас ощущения. И если что-то интересное, напишите в комментариях, что вы чувствуете. Смотрите, мы делаем вдох. Затем мы делаем выдох. С выдохом мы заводим пальцы под ребра. И с выдохом же подтягиваем ребра вверх. То есть первый этап мы заводим сначала пальцы. С выдохом. Завели. Вот зацепились за ребрышки. Затем делаем вдох. И со следующим выдохом мы тянем ребра на себя. То есть мы делаем выдох. Диафрагма у нас поднимается. И мы тянем ребрышки еще сильнее. Как бы пытаемся раздвинуть физические ребрышки. Отрывать их не надо. Достаточно буквально несколько миллиметров вот этого движения. Попробуйте сделать. Возможно, вам понравится. Вдох. И с выдохом потянули ребрышки. Хорошо. Сделали несколько раз на одной стороне. То же самое делаем на другой. Сделали вдох. Заводим на выдохе пальцы под ребра. Снова делаем вдох. И с выдохом оттягиваем ребрышки. Отлично. Давайте сделаем еще несколько техник, которые как раз помогут вернуть органы на место. Ставим пальчики на левую паховую область. И как будто вот ковшиком зацепляем. Вы лежите. У вас ткани расслаблены. Вам это удобно делать. Не просто тянем ткань наверх. А зацепляем пальчиками. И тянем. Как бы просто физически поднимаем наверх кишечник. Попробуйте это сделать. Не растягивайте ткани. Вдох. Погружаем пальчики внутрь. И аккуратно подтягиваем. С ногтями осторожно. Не могу я сделать этого стоя. Потому что мышцы работают. Лежа очень хорошо получается. Вы можете почувствовать какой-то рельеф под руками. Вы можете даже кишечник где-то почувствовать. Если там у вас есть напряжение. И вот таким образом мы вот поддеваем снизу. И до пупка, до пупка все проходим хорошенечко. Подтягиваем. 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 Почему это надо делать с утра? Потому что во время сна, когда мы спим, у нас органы распределяются по брюшной полости. И пока они у нас опять не завалились вниз. Мы их можем вовремя поймать и вернуть, попробовать на место. Чтобы во время техник, во время выполнения других техник у нас связки будут укрепляться постепенно. И все это будет возвращаться. Подтягиваем с левой стороны хорошенько. Затем мы переставляем руки на правую сторону. Делаем то же самое справа. С выдохом погружаем пальчики как ковшик. Начинаем затягивать вверх, вверх, вверх. Это может быть очень приятно. Почувствуйте, это будет для вас новые ощущения. Если вы там возьметесь за кишечник, да, и вы приподнимите, совсем будут другие ощущения. Сделали справа то же самое. Теперь ставим руки на центральную часть и делаем то же самое. Вдох, с выдохом погружаем пальчики и начинаем приподнимать, вот прям от лобковой косточки, начинаем приподнимать вверх наши органы физические. И так поднимаем их до самого пупка. Вот таким образом мы прошлись по нижней части до пупка, то есть слева, справа, с центра. Затем мы делаем то же самое после пупка. Вот мы сделали вдох, опустили с выдохом, погрузили пальчики внутрь и начинаем подтягивать вверх. Эти все техники, любые техники для живота, когда мы особенно проникаем в него руками, мы никогда не делаем в попыхах. Если у вас есть время, вы делаете эту технику. Если у вас нет времени, вы не делаете, потому что уже нервы напрягаются, психика напрягается, психике надо куда-то бежать, а вы тут затеяли висцеральный массаж. Лучше сделайте это тогда вечерочком перед сном. Но наилучшее время для этой техники это, конечно, утро. И то же самое справа, слева, ставим руки на центр, делаем вдох. С выдохом погрузили пальцы, зацепляем, что можно зацепить и начинаем подтягивать все это вверх. Отлично! Расслабились, делали все практики, спокойно лежим, дышим и гладим свой животик справа налево, справа налево, по часовой стрелке, по естественному ходу жидкостей и не только жидкостей, всего, что у нас попало в ЖКТ. Хорошо! Вы можете сейчас почувствовать какое-то бурление в животе, может быть захочется в туалет, если в туалет захочется раньше окончания массажа, конечно, вы сходите. Прокрутили, все промяли, прогладили свой животик. И заканчиваем висцеральный массаж, висцеральный самомассаж положением тела на правом боку, ложимся, ручку кладем под голову, ложимся на правый бочок и начинаем несколько делаем дыхательных циклов через большой вдох с животом. Надуло, сдуло, надуло, сдуло, подышали, поблагодарили себя за практику, выпили горячей воды и начали свой самый лучший день. Ну что, девочки, я надеюсь, вам понравился этот массаж, вам понравилась эта практика, вы возьмете ее себе на вооружение, будете делать регулярно, хотя бы 2-3 раза в неделю. Встретимся с вами в следующем видео, в котором я расскажу и научу вас разделять живот на 3 части, каждую эту часть по очереди напрягать, расслаблять, растягивать и таким образом налаживать связь со своим животиком и постепенно его оживлять. До встречи в следующем видео!